У меня сейчас просто кровь из носа пойдёт и она так рассказывает... это очень жутко ОООООООО ОУООО Jewish Она его ЦЕЛУЕТ Это очень мило Что это? не ОООООООООООООО От него только очки остались У тебя есть 5 секунд, чтобы поставить лайк под этим видео, если ты любишь ужасы от Звёздного Капитана Всем привет, друзья, меня зовут Рома И недавно я наткнулся на такие ужасы, на такие страшные картинки от автора Дзиндзюита Или Джинджуита Как-то, я не знаю, как его правильно называть, напишите в комментариях И тут так получается, что у Звёздного Капитана я нашёл целую серию роликов ужасы Дзиндзиита Это суперинтересный контент, и сейчас мы его посмотрим В данном видео я расскажу вам о самых жутких монстрах и страшных рассказах знаменитых Да, это то, что нужно Это вот Дзиндзиита О, да О, да Дэээм Уточню, что в список войдут именно приглянувшиеся мне твари и истории Одна А там их, а там их очень много Это, это просто, это такие, это лучшие комиксы Это лучшие страшные комиксы Манга, манга называется, да? Как это? Если вам всё понравится, то я не против сделать ещё несколько роликов по вселенной Ито Если это видео соберёт 10 тысяч лайков, то я сделаю и вторую часть ужасов Дзиндзиита Итак, отложите еду и приготовьте рвотные пакетики Я начинаю Первым в списке идёт рассказ «Окно по соседству» Эта история рассказывает о Хироши Сакагучи и его семье, переехавшей в новый уютный домик До приезда они сразу же обратили внимание на старый обшарпанный дом по соседству А, есть на русском языке Это как, это манга называется? Манга Манга на русском языке, да? Офигеть У этого строения было всего одно окно, а соседи никогда не видели его обитателей Было известно лишь о том, что в доме проживает женщина средних лет Силуэт которой можно было периодически наблюдать в окне после захода солнца Комната Хироши находилась как раз на втором этаже А его окно располагалось аккуратно против соседского В первую же ночь паренёк услышал неприятный женский голос Добрый вечер Ты спишь? Я хочу, блин, вообще полноценный Не знаю, я хотел бы фильм по вот этим артам, по вот этим, по вот этой манге Это просто шикарно Приоткрыв своё окошко, он увидел отвратительную картину Из соседнего дома на него смотрело жуткое существо, с трудом напоминающее человека Это создание больше походило на разлагающийся труп, а из его пальцев торчали длинные и острые ногти Похожие на женщину-кварь из Махироши в свой дом Здесь прям перерисовали, да? Офигеть Заходи, давай поиграем На утро парень решил, что всё это ему приснилось, однако ночью всё повторилось Правда на этот раз страшное существо было обижено тем, что своенравный юниц не пришёл к ней в гости А потому решила залезть в его окно самостоятельно А кто бы к ней пошёл в гости? Ребята, конечно у меня есть много странных людей в комментариях, но кто бы к ней осмелился из вас пойти в гости? Я, я почитаю, я почитаю с удовольствием ваши комментарии Хироши отбросил палку и позвал родителей, но те не поверили в его историю Было решено временно поменяться комнатами, после чего женщина больше не появлялась Через какое-то время Хироши переехал обратно на второй этаж Ночью он опять услышал за окном жуткий голос, который раздавался совсем близко На утро оказалось, что соседка таинственным образом удлинилась Что? Фу, блин, как это мерзко смотрится Чтобы не испытывать судьбу и остаться в живых семья, решила переехать Я уже совсем рядом Далее идут воздушные шары-виселицы Эта страшная история нашлась от смертителей ведущей и модели Теруми Фудзину Я знаю, что вчера я смотрел? Кукольник Японский или корейский фильм ужасов 2004 года Очень хороший фильм Я очень бы хотел, чтобы сделали ремейк Вот кто смотрел Ребята поймут, наверное, да И тоже бы хотели современный ремейк этого фильма И вот там есть подобная сцена Блин, это просто класс Ее нашли повешенной на стене собственного дома Через какое-то время окружающие стали замечать странные вещи Многие начали рассказывать о парящей по воздуху голове огромных размеров И что самое странное, она принадлежала погибшей Теруми Так как у девушки было много фанатов То при виде парящего обрубка Они впадали в истерику А бывший парень модели Сироэси и вовсе помешался Ооо, голова 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 У меня сейчас просто кровь из носа пойдет Это очень жутко Жестко Жесть, хорошо, что это не они показали в нарисованном виде, Потому что, мне кажется, это было Мы бы это не пережили Да Один турист находит в глубине леса Раненого и лишенного сил человека По имени Широ Моригучи Его доставляют в больницу И оказывают всю необходимую помощь И вроде бы все хорошо Но спасенный пребывает в состоянии Панического страха за свою жизнь Ночью оставшийся наблюдать за пациентом человек Становится свидетелем жуткой картины Больших размеров женщины лежат в машину И вроде бы целовал его Ооо, она его целует Это очень мило Ха-ха Этот странный ритуал стал повторяться каждый день Вот у мальчика появилась девочка Которая постоянно его целует Ну, там есть побочные эффекты В виде сырого мяса, да? Но все-таки Ну, это лучше, чем ничего Если Широ хотел пить, то его поили изо рта кровью А если хотел есть, то получал сырое мясо Поначалу такая пища была невероятно вкусной Но со временем она стала вызывать неприятные ощущения В следующую ночь женщина опять появилась в больнице И на этот раз она попыталась накормить Широ человеческим глазом Человек, охранявший пациента, попытался остановить девушку в черном Но та внезапно превратилась в птицу и улетела Через несколько месяцев после того, как молодой человек поправился И выписался из больницы, женщина появилась вновь Но на этот раз вместо кормления она стала каждый день откусывать Ааа, нет, вот это вот страшно выглядит Самым жутким моментом в этой истории является тот факт, что женщина скармливала Широ его же собственные части тела То есть она медленно поедала мясо молодого человека в будущем А после перемещалась в прошлое и кормила его же раненого в лесу Оооооу, у меня живот заболел Существо невозможно было остановить, и ее жертва попадала в замкнутую ловушку В которой ей отводилось всего лишь несколько лет на жизнь после спасения Далее идет рассказ «Раздавленные». В этой истории мы узнаем о загадочном нектаре, который человек по имени Оги привез из Южной Америки. Что это? Вкусно! Местное племя поклонилось только ему дереву, которое содержало эту загадочную субстанцию. Это философский камень из стального лохимика? Единственным условием было соблюдение простого правила. Вас не должны были поймать за поглощением нектара, что бы это ни значило. При этом любой, кто его пробовал, вырабатывал к нему сильную зависимость, из-за чего любая другая пища становилась на вкус отвратительной. Жертвы начинали стремительно терять вес и медленно сходить с ума из-за огромного желания употребить божественный продукт. Но проблема заключалась в том, что те, кто питался нектаром, попросту взрывались на месте. Может быть метафора на какие-то наркотические вещества? А если точнее, это и сплющивала неведомая сила. Не... Оооо! От него только очки остались! Оооу, мэн! Как оказалось, древо, которому поклонялись индейцы, было живым. Его извивающиеся ветви могли перемещаться в любой уголок планеты и превращать любителей нектара в кровавую лепешку. Спастись от наказания было невозможно. Как и перестать употреблять эту медообразную субстанцию, вкусив хотя бы одну... Ну, может быть, типа, не ешьте много сладкого, а то вы взорветесь! Боже ж ты мой! На очереди жуткий рассказ «Единая армия». По сюжету в разных частях города стали появляться мертвые тела, сшитые между собой рыболовными лесками. Я так понимаю, что после этого видео, да, фильм «Человеческая многоножка» не такой уж и страшный, а... Вот. Поначалу убийства были малочисленными, но со временем стали приобретать массовый характер. Обычно подобные события следовали после игравшей по радио песни, в которой пели о некой единой армии. Слушателям предлагали соединиться вместе, объединить руки и сердца, отказавшись таким образом от одиночества. Причем песня эта могла вклиниваться в любой момент во время эфира, а остановить ее было невозможно. Это похоже на какую-то человеческую адаптацию Крисиного Короля. Вы знаете, что такое Крисиный Король, ребят? Вы видели картинки Крисиного Короля? Но людей эта, казалось бы, обычная мелодия оказывала гипнотическое воздействие, вызывая массовую истерию. Причем под влияние попадали именно группы людей, а на одного же человека песни эффекта не оказывала. С каждым днем количество шипов людей увеличивалось, а позы, в которых их находили, вызывали неподдельный ужас. Какая-то огромная человеческая масса. У меня вызывает это отторжение, потому что мне не совсем нравится огромное скопление людей, и именно вот этот рисунок вызывает у меня немножко некомфорт, дискомфорт, вот. Например, жертвы могли найти в виде гирлянд на елке, или в качестве человеческой многоножки. О, ну вот, вот, это оттуда! А еще, в павшире, они не сопротивлялись шиванию, или же вовсе могли сами начать пришивать людей друг к другу. В конце концов, в живых остались лишь те, кто жил в одиночестве. Переходим к рассказу «Нечто на берегу». Эта история начинается с того, что на один из берегов Тихого океана вынесло огромное мертвое существо неизвестного происхождения. Оно напоминало угря, голова которого была усеяна непонятными наростами, похожими на опухоли. А из тела торчали небольшие отростки, напоминавшие усики. Кожа твари имела множество прозрачных крупных пятен. Не, здесь уже мерзость пошла, блин! Ребят, кто из вас кушает? Пожалуйста, прекратите! Я о вас забочусь. Через которую удалось разглядеть ее содержимое. Открытие поразило и напугало собравшихся. Внутри монстра они обнаружили несколько десятков людей, и после вскрытия все они вывалились снаружи. Довольно быстро стало понятно, что несчастные все еще живы, но состояние их было довольно плачевным. Многие из них пропали еще семь лет назад, во время крушения парома. Ученые выяснили, что эти люди все это время поглощали полезные вещества из самого монстра, став самыми настоящими паразитами. В конце концов, количество таких сожителей попросту превысило допустимую норму, из-за чего морское чудище и погибло. Люди-паразиты же были не в своем уме, плюс они претерпели многочисленные деформации тела. Превратились в каких-то зомби, вижу, вот они нападают на живых людей. И необратимые биологические изменения. Далее поговорим о рассказе «Мои дорогие предки». Сколько здесь, сколько рассказов он в одном видео уместил, просто. Это еще сколько? Там еще несколько частей, ребят. Сколько это, сколько он нарисовал, этот художник, просто чокнутый. «Вначале нам показывают девушку по имени Риса, которая потеряла память в связи с серьезной психологической травмой. Доходит до того, что ей начинают мерещаться разные гигантские агрессивные гусеницы». О, черт. «Люди, которые ненавидят насекомых у меня сейчас, которые меня смотрят, вошли в чат». «Или наоборот, покинули чат, не знаю». «Той человек Риса Суйчи, сделавший ей предложение, о чем она правда не помнит, пригласил ее к себе в гости. Дома девушка знакомится с отцом парня. И вот тут-то и поступает первый тревожный звоночек. Папа не ведет себя жутко, списывая все на свою серьезную болезнь. Опасения Риса усиливаются, когда мужчина начинает говорить женским голосом, подначивая ее быстрее выйти замуж за Суйчи. «Мы все просим тебя позаботиться о шучане, милая девочка». «Я хочу посмотреть это аниме, ребят, я хочу его посмотреть». На следующий день молодой человек просит Рису как можно быстрее прийти к нему домой. Сославшись на предсмертное состояние своего папы, оказавшись на месте, девушка узнает ужасную правду. Из головы от Суйчи тянется длинная линия черепов, делая его похожим на гусеницу. Именно из-за этого Суйчи тянется в память в самом начале истории. Черепа, присоединенные к голове мужчины, принадлежат предкам этого семейства. А я видел этот арт. Серьезно, у него такая предыстория? Ну, история у него такая, офигеть. Таким образом они продолжают жить, думать и чувствовать, а также сохранять накопленные знания. Как только текущий носитель этого жуткого украшения погибает, оно автоматически перемещается на голову старшего представителя рода. О, дядь! Именно поэтому отчёкнутой семейки нужно было всегда заботиться о наследниках. Причём их совершенно не волновало, будет ли будущая невеста согласна с подобным положением дел. Как и то, останется ли она вменяемой после увиденного ужаса. Не, ребят, мне супер мерзко-то смотреть, офигеть. Если вы реально соберёте кучу... У меня аж мурашки пошли. Кучу лайков, я, конечно, сниму, но мне это супер тяжело будет оставаться. Это прям супер мерзко как-то. Быстрее, быстрее, схвати её! Я знаю. На очереди короткий рассказ куклы из ада. По сюжету весь мир постигла ужасная напасть. О, Аннабель! Некоторые дети случайным образом заболевали ужасной болезнью, которая превращала их в живых кукол. Кожа становилась деревянной, глаза стеклянными, а лица переставали выражать хоть какие-то эмоции. Болезнь наблюдалась у 30% детей на планете. В какой-то момент жертвы переставали говорить, становясь внешне полностью неживыми. Всего за несколько дней под деревянным телом начинался процесс буйного роста неизвестной растительности, превращая детей в травяных монстров. Это была не окончательная стадия куклы... Что? Почему? Смотрите, да, казалось бы, человек превращается в куклу. Ладно, страшно, ужасы! Но не до такого состояния! Что это за состояние? Болезния. Но к этому моменту все зараженные тела подлежали уничтожению. Какой-то... Я не хочу материться! Капец! В канале идет жуткий рассказ с загадками Гарского ущелья. В одной японской префектуре произошло землетрясение, уничтожившее несколько городов. В самом его эпицентре было обнаружено огромное странное ущелье протяженностью в несколько километров. Его стены были ровными, словно их кто-то отшлифовал. А на их поверхности располагались тысячи дыр в форме человеческих тел. Они, к слову, были не... Капец! Я не... У меня сейчас башка взорвется, этих ужасов! ...вшихся исследователей так и не получилось. Установить их в природу не представлялось возможным, но одно было понятно наверняка. Появились они неестественным путем, да еще и тысячи лет назад. Самые разные люди, увидев эту невероятную картину по телевизору, ощутили непреодолимое желание посмотреть на это чудо света вживую. Пугало то, что многие собравшихся почему-то решили, что некоторые дыры предназначались именно для них. Я просто охреневаю с фантазией этого художника. Я офигеваю. Я никогда не видел ничего подобного. Один из парней по имени Накагаки решил войти в свою дыру. Подойдя в плотную картину, он по маслу вошел в него и довольно быстро исчез. Никаких его следов так и не было обнаружено. Идиот, дебилы, еще и герои в этой манге просто идиоты. И да, войти в свою дыру было тестом на вашу испорченность. После Накагаки другие люди также начали лезть в свои дыры. Идиоты! Дебилы! Через несколько месяцев на другой стороне горы было обнаружено еще одно ущелье, образовавшееся после землетрясения. Были тут и дыры, но форма у них была совсем не человеческая. Учёные, изучавшие отверстия, выяснили кое-что ужасное. Из глубины медленно выходили пропавшие ранее люди. Правда, из себя они представляли жутких деформированных существ. Переходим к рассказу «Фотомодель». Однажды сценарист Ивасаки, листая журнал, наткнулся на фотографии одной крайне жуткого вида модели. Вот это я понимаю, фотомодель. Ля какая. Мамба. Пойми кучи. Увиденное напугало парня, и ему даже многие дни снились кошмары. Работая с друзьями над своим независимым фильмом, Ивасаки подбирал девушек для съемок. Среди фотографий он заметил ту самую модель, испугавшую его до глубины души. Что с тобой? Это она! Та самая модель! Он пытался объяснить товарищам, что брать ее ни в коем случае нельзя. Однако режиссер фильма решил дать Страшиле второстепенную роль, чтобы поднять таким образом рейтинг будущей картины. После этого небольшая команда отправилась на съемки в горы. По дороге первым плохим знаком стали зубы модели, которые та показывала во время смеха. Это были самые настоящие... У меня просто все лезет из меня, я езжу... Сейчас просто блевану, блин! ...щиклыки, количество которых переваливало за 50 штук. Ивасаки предложил уехать, но режиссер был непреклонен. А неприятности тем временем продолжались. Сначала Фучи стала преследовать юношу. Она напоминает плачущую... Короче, невесту из вселенной заклятия. Вот чё, только она там, по-моему, другая немножко была. А лицо мне напоминает лицо монахини. О, ля, какой язычок! Оу! Муах! Блин, какой-то ужас! Если вы хотите продолжение, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да, все дела. Я с вами не прощаюсь, мне зовут Рома. Увидимся завтра в 3 часа дня. Да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!